SCP-1391. Поле камней. Класс объекта безопасный. Особые слои содержания. SCP-1391 окружен трехметровой оградой из-за колючей проволоки. Сотрудники службы безопасности под видом местной полиции племени Алганкин проводят постоянное внутреннее зачеркнутое и внешнее патрулирование. SCP-1391 сообщают о любых повреждениях для немедленного ремонта и осуществляют дальнейшие наблюдения на предмет последующих попыток нарушения. Любые гражданские лица, приближающиеся к зоне отчуждения, должны быть уведомлены о том, что вторглись на охраняемую территорию Алганкинской резервации и выпровождены, а в случае попытки сопротивления задержаны, обработаны амнезиаком кладца С и доставлены в ближайший населенный пункт. Описание SCP-1391 представляет собой участок земли площадью 12 гектаров в Засекречна, Канада, граничащий с имеющимся защитный статус территориями резервации Алганкинов. Этот участок ранее находился во владении Засекречна местного профессора искусств. На участке находится 137 по результатам последней проверки крупных бетонных абстрактных изображений кричащих голов. На боку каждой из голов в нижней части имеется имя и дата. Как было установлено, это дата смерти носителя имени. Расследование фонда показало, что имена на камнях совпадают с именами лиц, когда-либо посещающих это место. Следует отметить, что камни с именами тех людей, которые стали жертвой суицида, тем или иным образом изуродованы. Сопоставленные данные о времени смерти и наблюдений за объектом свидетельствуют, что головы появляются в момент смерти человека, чье имя нанесено на изваяние или вскоре после нее. Камни появляются в местах, где находятся в это время под наблюдением, то есть вдали от ограждения периметра или наблюдательных постов. Очевидна тенденция камней с именами лиц, умерших подобным образом группироваться вместе, поэтому наблюдение фонда сосредоточено именно на этих участках. Однако, несмотря на интенсивность наблюдения, эти усилия в конечном счете не увенчались успехом. Новые головы появляются во время смены кадра камер видеонаблюдения или, в одном замеченном случае, в момент моргания пешего патрульного. Приложение 1391-А. Отчет об обнаружении. Прежний владелец Засекречена свидетельствует, что приобрел данный участок летом Засекречена с целью использования в качестве базы отдыха для своих студентов-художников. После смерти жены во время реставрации имущества господин Засекречена обнаружил бетонную голову с ее именем примерно в 400 метрах от сарая, расположенного в центре участка. Осмотрев более отдаленные территории участка, он обнаружил, что его, по его словам, сотни голов и больше случаев частичного или полностью разрушенных, и часто с признаками выветривания и запрошенности, господин Засекречена решил устроить платные экскурсии на участок, так как развивающийся мемориал местных знаменитостей. Объект привлек внимание фонда во время судебного разбирательства между господином Засекреченом и посетителем участка. Разногласия вспыхнули, когда посетитель обнаружил на одном из камней имя своей дочери, хотя она побывала в этой местности только один раз и ни разу не обащалась с владельцем в беседе с местной агентурой фонда. Господин Засекречен признался, что несколько голов он соорудил самостоятельно и предложил отметить их для отличия от спонтанно появляющихся. Фонд приобрел участок под предлогом передачи прав собственности соседнему племени алганкинов. Господин Засекречен обработан амнезиаком класса А и получил денежную компенсацию. В приложении 1391-B по состоянию на дата засекречена принято решение назначать персонал для работы внутри SCP-1391.